Всем привет! Итак, наступил очередной окончание недели. Это канал Canada Cars, автомобиль из Канады во все страны мира. Меня зовут Алекс. И как уже по традиции заведено, к концу недели мы показываем горячие лоты на следующей неделе, делаем обзор, показываем вам что-то интересное. Может быть, вы что-то себе подберете, выберете, приглянется что-то вам. Ну и, соответственно, вы обратитесь к нам и купите именно то, что вам больше понравилось. Сегодня мы сделали подборочку по аварийным машинам. Смотрим, в принципе, на них стабильный достаточно спрос по этим аварийным автомобилям. Это с аукциона Копорт Канада и с аукциона Импакта Аута Канада. Также некоторые наши клиенты, кстати, может быть, мы сделаем даже видео. Вот Глеб, может быть, он нас слышит. Он из Киева выбрал интересный вариант на Kijiji. Аварийный автомобиль Mazda CX-5. И мы ее купили ему 2019 года. Немножечко аварийную, но очень халявная цена. И самая крутая комплектация. То есть вообще, ну такая-то просто бомбическая комплектация. И с очень маленькими повреждениями. Наверное, все-таки мы сделаем видео по этой машине. Эта машина куплена у дилера. Дилер находится в новой скоши. Вот. И иногда тоже не только с аукционов. Бывают хорошие сладкие цены по аварийным автомобилям. Но в зависимости. То есть это кто ищет, тот всегда находит. Как говорится. У нас есть список всех сайтов в рубрике «Как заказать». Мы постоянно тоже добавляем. И добавим этот сайт, скорее всего, этой компании, где мы купили Mazda CX-5. Это хороший, как говорится, дилер. И этот дилер продает автомобили до аукционов. То есть он их скупает у страховых компаний, получается. И эти машины не доезжают до аукционов. Но цены супер. Цена очень классная. Мы ее озвучим. Мы покажем видео и озвучим вам эту цену. Значит, в общем, что. Мы сделали подборочку с аукциона «Копорт Канады», с аукциона «Импакт Ауто». Там хорошая, скажем так, 30-ка машин. И плюс уже тем, кто ждет свои любимые дизельные «Ауди» и «Фольксваген Тореги», «Ауди Q7» и «Фольксваген Тореги». У нас будет, получается, 8-го, по-моему, да, 8-го во вторник будут распродажи. Опять в «Монреале» здесь уже, да, вот этих вот от «Фольксваген Групп». Не очень большая распродажа, но дизельные машины, которые вы можете купить. Ну, ладненько, давайте маленькую навигацию быстренько очень вам сделаю, чтобы сильно, как говорится, не зацикливаться, не терять время на этом. В общем, вот «Гаврилка». Здесь вы нам можете писать, мы вам сразу ответим. Вот, ну, соответственно, заведется диалог, либо вы нам звоните по телефону, вот рубрика «Контакты». У вас вот тут все наши контакты есть, все «Гаврилки», «Вайбер», «Телеграм», «Ватсап». Обычный номер телефона, вот, пожалуйста, вот наши с Виталием контакты. Вот наши партнеры-представители, пожалуйста, вот в Украине Марина, Влад в Молдавии. Звоните тоже вот им по всем этим «Гаврилкам», тоже можете пообщаться и обсудить все вопросы, которые вас интересуют. Значит, в рубрике «Как заказать» вы можете найти сайты, где вы, в принципе, сможете подобрать хороший автомобиль по вашему вкусу, по вашему бюджету. Здесь расписаны условия, как производится заказ. Здесь, опять-таки, указаны там цены все на доставку, 3-е, 5-е, 10-е. В общем, все, что связано с заказом автомобиля. Вот, также здесь мы сделали очень хорошие примеры, как примерно считать до вашей страны. Там Украина, Германия, Литва, там Польша. Ну, скажем так, все страны Евросоюза, тоже вот примеры, как подсчитать. Молдова, Беларусь, то есть вот тоже примеры подсчета. Ну, и такая хорошая штучка, которая, в принципе, создана для тех, кто в последний момент созревает. А такие есть, вы знаете, удивительно, но такие люди есть. Созревают в самую последнюю секунду по поводу участия в аукционах. Поэтому, чтобы, как говорится, не иметь всем стресса, мы сделали вот эту вот штуковину, как PayPal. Подвязали, получается, этот PayPal под наш корпоративный аккаунт компании. И любой клиент может просто зайти сюда, вбить сумму депозита и в считанные секунды нам перечислить задаток и участвовать уже сразу в торгах. Вот, но те, кто более традиционным методом привыкли действовать, то там выше чуть описаны данные, как это все производится. Там высылаете нам документы, мы готовим вам инвойс по задатку, отправляем, и вы в любой банк идете и платите нам задаток. Так, ну что, сегодня, как говорится, обзор мы будем делать и подсчитывать автомобили под ключ для Украины, опять-таки. Но мы работаем, я еще раз оговорюсь, со всеми странами. Мы поставляем машины в Литву, в Германию, в Молдову, в Грузию, вот, опять-таки, в Беларусь. Вот, и, в принципе, что во все страны Евросоюза, вот в Польше, вот у нас заказы тоже в Польше есть, Румыния, Болгария. Может быть, они не настолько потоковые, но есть какие-то определенные направления более потоковые, куда мы отправляем. Это Германия, Литва, все-таки Польша тоже, вот, Украина. Украина, конечно, вообще просто, украинцы, украинцы вы молодцы, берете очень много машин, классно, конечно, это здорово. Вот, поэтому подсчет будет делаться под ключ именно для Украины больше. Те, кто, как говорится, больше объема берут, тем, для тех будем подсчитывать. Вот, теперь, что касательно по авто в наличии. Вот, я хотел вот это вам сказать. Наконец-то дошли руки, мы стали уже заполнять, как говорится, эту рубрику потихоньку теми машинами, которые у нас в наличии. Наличие у нас много машин, но руки просто до этого не доходили. Теперь мы стали заполнять вот эти вот, получается, вот эту рубрику. И получается, что вот листинг и вот сразу цена. Цена указана, в принципе, для Украины под ключ. Вот, будем мы дальше, в принципе, писать, когда вы зайдете в какую-то машину, вот заходите, информацию по машине, ну, собственно говоря, он куча там фоток, вы когда нажмете, там можете скроллить, листить, там куча всего. Вот, и вот здесь будет указана цена для Украины, но здесь же будет указана цена и для других стран. Вот, того или иного автомобиля. В данном случае указаны, указаны про Украину. Вот, отчет по Carfax, вот, пожалуйста, вы можете по любой машине его скопировать. Вот, copy-paste, открываете вот адресную строку, и у вас открывается из базы данных самого этого Carfax канадского вся информация по автомобилю, ну, и наслаждайтесь, читайте на здоровье, как говорится. Вот, теперь вернемся обратно в рубрику. Здесь же мы будем писать, когда, ну, скажем так, анонсировать, когда машина будет продана. То есть, эти машины уже проданы, кроме этой, это еще не продано. Corolla, Mercedes и все остальные машины, которые мы анонсируем на нашем сайте, на нашем канале, они проданы тоже, и на сайте тоже самое. Но есть один маленький секрет. Как бы, те машины, которые выходят на нашем YouTube-канале, они также дублируются на нашем сайте. Ну, то есть, скажем так, вот, они дублируются на центральной, на главной странице. Да, вы можете нажать кнопочку «Посмотреть». Также «Авто в наличии», когда нажали, тут есть фотографии. Фотографии, естественно, отличаются от того, что вы видите на YouTube-канале. То есть, фотографии вы, допустим, нажали на машину, ну, и захотели ее посмотреть, и во всех ракурсах, вот, как говорится, посмотрели ее. Там куча-куча, сотни фотографий, да-да-да, последние кнопочки, да, все, что хотите там, да, все подробности по машине вы можете увидеть, по любой машине, которую мы продаем свою в наличии, держим машину, да. То есть, вот, получается, что то, что вас интересует, посмотрели внимательно, изучили и так далее. Так вот, те машины, которые у нас в наличии, фотографии по машине, появляются и информация по машине, и там Carfax, вся вот эта вот, Labudano, все появляется первое вот здесь, в «Авто в наличии» на нашем сайте, а потом появляется уже на канале. Когда появляется машина на канале, как правило, она продается очень-очень быстро. Поэтому следите за тем, что появляется у нас на сайте «Авто в наличии», потом вы уже принимаете решение, вы увидите, в принципе, если вас машина устраивает по фотографиям, вы и так очень хорошо все поймете. Связывайтесь с нами, бронируйте ее, покупайте, и это у вас будет оперативнее, возможность приобрести эту машину, которая вам понравится. Ну и, собственно говоря, здесь уже появится сам обзор, тест-драйв и все такое, уже видео, да, получается. Но это после того, как будет первое здесь. Окей, теперь давайте к горячим лотам на следующую неделю. То есть вот что я хотел сказать. Вот эти вот, получается, горячие лоты следующей недели, вот у вас будет такая, скажем так, ну не такая, но картинка будет, видео, на нашем канале будет видео, и здесь будет видео дублироваться на нашем сайте. Но на нашем сайте у вас есть возможность нажать с компьютера, нажать вот эту вот, получается, штучку, зайти в видео само, да, и вот под видео здесь описание всей вот этой вот ребухи, о которой мы говорим, да, то есть все машины, лоты, там 5-е, 20-е, и вот здесь прямо под номер 1, номер 2, 3, 5, 20, 80, 100, сколько угодно, да, вот идут машины с описанием автомобиля, с описанием ВИН-кода и пробега, и ссылка на эту машину. То есть вы просто нажимаете на ссылку той машины, которая вас интересует. Это все делается с компьютера, конечно, лучше всего. Можно с телефона, но на канале под видео, вот здесь, вот если вы заходите под видео, да, и получается, что вот, видите, если даже вы нажмете здесь, то нету вот этого описания, нету этих ссылок, понимаете, именно на видео на нашем, да, каком-то. То есть получается, что... It's not just... Получается, что в итоге вам, получается, надо посмотреть то, что вас интересует, именно лот и ссылки именно на нашем сайте. Вот вы зашли на наш сайт, увидели какую-то машину, которая вам понравилась, нажали кнопку на Condition Report и открыли ее, и посмотрели все фотографии, что, как с ней, чего, там в салоне, 5, 10, все такое. То есть вот, собственно говоря, это по целой машины, ну и по битым тоже самое, вы сможете посмотреть, давайте я покажу, по битым машинам тоже, вот смотрите, вот заканчиваются эти целые автомобили с Манхейма, ну и потом идут, идет список битых, аварийных автомобилей, и вот он тоже примерно так же выглядит. Вот, допустим, видите, активная ссылочка, вот здесь не активная ссылочка, видите, а здесь раз активная становится, и вот вы, понравилась вам какая-то из этих автомобилей, из этих машин, предположим, не знаю, там, Nissan Rogue. О, кстати, давайте я вам покажу ту машину, которую мы рекламировали на вот этом передыдущем обзоре на прошлой неделе, в прошлую пятницу, на эту неделю, да, то есть вот этот вот Volkswagen Jetta, то есть у нас были, получается, вот эти три машины должны были купить, ну, то есть, и получается, что из этих аварийных, я имею в виду, да, и получается, что вот эта Jetta, четвертая, она, видите, сразу активная ссылочка на Копорт сразу идет, Копорт Канада, вы на нее нажимаете, и раз, у вас редирект идет сразу на сайт Копорт Канада, видите, lot sold. Так вот, вот эту красотолю мы купили для клиента с Украины, вот, мы ее выиграли, и мы сделаем по ней кино, то есть вы посмотрите по этой машине уже непосредственно обзор, то есть мы ее выиграли, мы ее выиграли дешево, человеку подключено, получается, уже с доставкой прямо в город его, с растаможкой, со всеми затратами, семь с половиной тысяч долларов США, вот эта машина получилась, вот, а потом мы уже, мы вам ее покажем уже на самом Копорте, потому что мы ее сегодня оплатили, вот завтра мы ее, по идее, заберем, или, может быть, на следующей неделе посмотрим, как там уже получится, но сегодня мы ее оплатили, и мы сделали по ней видео, зашли на саму территорию Копорта, подкрывали, показали всю эту машину в подробностях. В общем, вот так примерно работают вот эти обзоры, да, то есть, вот то, что вам понравилось, нажали кнопочку, посмотрели, поизучали, а потом позвонили нам, сказали, я хочу эту машину, все, и у вас есть шанс ее купить, вот. Но только главное не тормозите, потому что на Копорте, допустим, в Монреале торги проходят по вторникам, на Манхейме по вторникам тоже, вот. В общем, как говорится, всему свое время, чтобы вы не опоздали, обращайтесь вовремя к нам. Вот, ну все, здесь все понятно, и, в принципе, основную часть, вводную часть я вам объяснил. Вот, а теперь давайте переходим непосредственно к обзору самих лотов, которые будут продаваться на будущей неделе. Поехали. Итак, мы начнем с аварийных машин, а потом, впоследствии, мы перейдем к тем машинам, которые продаются от Volkswagen Group на аукционе Манхейм, и посмотрите их в том числе, что там продается. Какие-то машины, скажем так, я не все вам машины покажу. Дальше заходите просто на наш сайт, кликайте на ссылочку и смотрите все, что вас интересует. То есть все машины показать, ну, слишком много их. Ну, какие-то просто там, я имею в виду по целым машинам с аукционом Манхейм. Но на нашем сайте есть ссылки, вы зайдите, посмотрите всех интересных дизельных автомобилей. Именно мы сделали отборку именно по дизельным машинам. Посмотрите, понажимайте в спокойной обстановочке дома, выберите что-то хорошее и дальше звоните и заказывайте. Вот, в общем, по аварийным машинам что-то. Давайте начнем с этого лота. То есть лот продается 8 сентября, во вторник, я как я сказал, по вторникам у нас в Монреале. Машина продается в Монреале именно. Toyota Camry 2014 года. То есть какие-то менее пострадавшие машины выбрали. Какие-то более пострадавшие двигатели, 2.5 у нее. Значит, что такая машина может получиться под ключ? То есть такая машина может получиться под ключ, ну скажем так, она будет меньше 10 тысяч долларов США уже в Украине со всеми расходами. То есть 2014 года, может быть, скажем так, от 8.5 может быть до 10 долларов США такую машину можно будет купить, уже привезти и растаможить в Украине со всеми расходами. Ну то есть вот она пострадавшая какая. Вот покажу вам, собственно говоря, саму и внутри и снаружи. Теперь, что очень важно, да, то есть у нас, так как мы автодилеры, у нас открыты доступы ко всем различным крупным поставщикам запчастей в Канаде. И, собственно говоря, у нас супер классные дисконтные цены по запчастям. То есть, ну скажем так, хотите оригинал, окей, у нас у всех официальных дилеров, там, допустим, Volkswagen, Toyota, Lexus, Audi, BMW, ну то есть везде открыты аккаунты, как у автодилера канадского и для нас, для канадского автодилера, дают дисконты в зависимости от запчастей, конечно, до 20% от стоимости базовой в листинге, которая у них есть, да. То есть ту цену, которую мы получаем на оригинальную запчасть от дилера, мы вам ту же самую цену и делаем. Мы ни копейки не берем сверху, ничего, только это мы делаем естественную услугу для тех, кто покупает у нас машины. Просто так запчастями мы не занимаемся, поэтому, sorry, имеем, что имеем. То есть вот те машины, которые у нас покупают клиенты, мы их укомплектовываем полностью, все, что они вам скажут. Вот. Так что я хотел сказать. Смотрите, вот эту машину, допустим, вот она вам понравилась. Машина продается у нас в Монреале, видите. Значит, ее перед покупкой есть шанс именно на Копорте, только на Копорте посмотреть. То есть можем прийти, сделать инспекцию по машине и если она вам понравилась, мы ее купим. Инспекцию до того, как сделать, до того, как купить. Но если можно и без инспекции, то есть это все равно, как говорится, видно и так по повреждениям, что и как. Ну, только Копорт нас пускает на территорию свою, остальные аукционы не пускают никого из-за коронавируса. То есть у нас все равно эта вся канитель есть. И, естественно, много очень, как говорится, restrictions, очень много запретов из-за вот этой вот дурацкой пандемии. В общем, вот это Королла, ну, это Королла, продон, вот это вот Камри 2014 года. Можно купить вот по той цене, как я вам примерно обозначил. От 8,5 до 10 тысяч долларов США уже под ключ в Украине. Вот ее ВИН-код, вот ее номер, получается, лота. Заходите на сам аукцион Копорт Канада и созерцайте, изучайте эту машину. Это доступы открытые на аукционах аварийных машин. Это не Манхеми, Одесса. И вы можете свободненько, спокойно посмотреть то, что вас интересует и поизучать, как говорится. И что вот еще самое главное, кроме оригинальных запчастей, мы сможем вас укомплектовать тайваньскими запчастями, но по, которые заходят в Канаду по стандартам канадским. То есть это очень такие строгие стандарты, правила. И запчасти будут хорошего качества, не какой-то там Ливандос непонятный, понимаете. То есть вы будете, получите дешевый, очень дешевый, на Тойоту особенно и Хонду. Вот эти запчасти, Тайвань, они стоят просто копеек. Честно, я удивлен, но они очень дешевые. То есть вот эти вот там фары, капот, крылья, там радиаторы, ну все, что по морде. То есть касательно дверей, Тайвань не делает двери. Двери, багажник не делает. А бампера, там фонари, все это они делают. Вот, собственно говоря, вот все, что здесь там побито, все, что вот это можно по Тайване купить. За копейки, просто вообще там за ничего. Окей, давайте бежим к следующему лоту. Следующая у нас машина. Вот, очень интересный автомобиль. Прошу обратить внимание, это очень классная позиция. Постоянно, кстати, спрашивают нас ее. Просто, ну, машина в принципе очень хорошая. Вот это Dodge Journey. По бюджету она супер вкладывается там в классные, хорошие деньги. И теперь что хочу сказать. Вот вы, наверное, помните, когда-то мы показывали видео там с Volkswagen Passat, если вы помните. 17-й год, кажется, Passat. Машина была утопленная, но заводилась и ехала. И она, когда приехала к нам на склад из Торонто, тоже на Копорте, кстати, покупали. Вот, когда я приехала к нам на склад из Торонто, она даже запаха воды нигде не имела. Мы ее протестировали, покатались с ней. Вы можете, кстати, это видео найти у нас на канале. Где-то оно есть там. Так вот, вот этот Dodge Journey 2016 года, это в принципе, в принципе, те же яйца, только в профи. Только она тоже, видите, Water Flood, Run and Drive. Но, да, конечно, так как она находится у нас в Монреале, в понедельник мы можем ее прийти и проверить, в реальности ли все соответствует четко тому, вот как они заявляют, Run and Drive или нет. Но это очень похожий, может быть, вариант на тот Volkswagen Passat. То есть она может быть очень хорошей. Конечно, есть какие-то риски. Ну, риски могут быть только если не посмотреть ее, что с ней и как. А мы имеем возможность прийти, проверить ее и даже проехаться там по территории Копорта и увидеть, как все у нее работает. Если вам она интересна, это суперская машина, суперская позиция. И у вас есть шанс ее купить за вполне приличные деньги. То есть такая машина 2016 года, ну, вполне очень реально поместится уже под ключ. Вот смотрите, это 2016 год автомобиль все-таки, как-никак. Под ключ уже вполне реально поместится где-то до 12 тысяч долларов США. Вот пробег всего-то ничего, 30 тысяч километров. Поэтому, как говорится, руки, ноги в руки и давай налетай. Вот такой вот интересный вариант Dodge Journey 2016 года. Вот есть ее возможность приобрести. Но она утопленная и если вы ее хотите купить, но переживаете, там знаете, я понимаю, что вода, там кто-то думает, ой, всякие там, как говорится, предрассудки. И кто-то боится, думает, все, там утопленники, лягушки и так далее. Нет, чтобы избежать недопонимания, недоразумений и каких-то сюрпризов, мы делаем бесплатную инспекцию на автомобиле, ну, по крайней мере, на всех ресурсах, где нас сейчас пускают, допускают дилеров. То есть нас допускают к дилерам другим и нас допускают на аукцион Копорт. Остальные аукционы Манхеем, Одесса, Impact Auto не пускают, конечно, из-за коронавируса. А сюда, именно так как это находится в Квебеке у нас, у нас в Монреале, мы можем приехать в понедельник перед торгами, за день до торгов, и посмотреть эту машину. Окей? То есть, если вы ее хотите купить, огонь, звоните нам заранее, только заранее, пожалуйста, лучше всего в воскресенье, не в понедельник, потому что, ну, можно в понедельник, на самый крайний случай, но только, пожалуйста, с 10 утра, чтобы мы спланировали тоже свой день, не из бухты-барахты, мы не можем сразу, когда вот вам, как говорится, стукнуло в голову, поехать посмотреть ее, да? Ну, понятно, что вы должны быть нашим клиентом, понятно, что вы должны заплатить задаток, но просто даже если вы при всех тех условиях заплатили задаток, и вы наш клиент, позвоните нам, пожалуйста, заранее, имейте уважение тоже, чтобы мы спланировали свой день и могли, допустим, с самого утра поехать и проверить эту машину, сделать, как говорится, ее инспекцию, бесплатную абсолютно для вас инспекцию, с фото-видео, но и потом дальше могли подвинуться по своим делам, как говорится, да? Поэтому, окей, вот такая машина, до 12 тысяч долларов вы можете ее получить. Едем дальше. Следующая машина у нас Mitsubishi, вот этот RVR, это получается машина тоже продается 8 числа в Монреале, вы можете посмотреть, тоже зайти на сайт, на сайт этого капарта, и можете ее посмотреть в подробностях со всех сторон, все, что тут повреждено. У машины очень небольшой пробег, всего 90 тысяч километров пробега, запчасти, ну, можем помочь вам укомплектовать с разборок эти запчасти, можем купить, вот, либо вы у себя можете, допустим, в Украине купить запчасти на эту машину. Так вот, такая машина, ну, примерно, с таким типом повреждений она выйдет тоже, каком, вот, это все-таки 15-й год, это не старенькая машина, она выйдет, я вам скажу так, вот, диапазон цены, наверное, будет от 9 до 12 с половиной тысяч долларов США уже под ключ. Вот, полностью привезено, уже все со всеми расходами. Ну, если повезет, будет 9, ну, как бы, но, может, и больше будет цена, поэтому, я говорю, вот, этот коридор от 9 до 12 с половиной вполне реально купить. Давайте смотрим, что есть дальше. Следующее, что мы приготовили для вас, вот этот Hyundai Lantra, 15-й год. Видите, вот, удар там сзади, ну, помято немножко, конечно. Вот, удар, как, в принципе, касательный, видите, в эту сторону. Вы можете разглядеть, опять-таки, на Капарте, зайти, вот, забить этот номер лота, либо нажать с нашего сайта. Вот она какая в салоне. Машина заводится и едет. 126 тысяч километров пробега. Ну, классная машина Hyundai Lantra, очень классная, 15-й год, все-таки не старенькая. Продается тоже у нас в Монреале, тоже можем сделать инспекцию. По всем этим машинам, которые у нас в Монреале, мы можем сделать инспекцию. Прийти и просто бесплатно посмотреть для вас, для клиентов наших, тот или иной автомобиль, который вас интересует. Такая машина под ключ, ну, она тоже получится примерно, ну, скажем так, давайте, от 8,5 до 10,5 тысяч долларов США уже получится она под ключ в Украине со всеми расходами. Вот, то есть, а-ля Гоп, прыгайте к нам, давайте, звоните, вы, есть возможность ее купить, во вторник продается. Дальше, что у нас там, получается, следующая машина, это Ford Escape, 18-й год. Видите, совсем не старый. И прошу, как говорится, минуточку внимания. Машина, видите, location, продает ее, получается, как Yard, Quebec, Montreal. Да, но, на самом деле, видите, это sublot location, то есть, она продается не у нас в Монреале, продается вот в этом городе Щекутиме. То есть, это от нас достаточно далеко, это где-то, не знаю, таких будут хороших 600 километров, наверное. Я был в этом городе, это вот в сторону Тадусака города, то есть, получается, где-то хороших там 500-600 километров от Монреале. Поэтому инспекцию по ней мы не сможем сделать. Но по фотографиям вы можете ее изучить внимательно, насколько сильно она пострадавшая, что с ней. Понажимать, скажем так, да, поизучать. Ну, вот и Copart показывает, что это в этом городе находится Щекутиме, то есть, будьте внимательны, что она не в Монреале. В общем, такую машину 2018 года с таким, ну, типом повреждения, ее можно сделать, скажем так, в пределах, ну, наверное, там, 15 тысяч долларов, может, чуть-чуть больше. Ну, плюс-минус, от 14 до 16,5 вполне реально поместится, а может, даже от 13, да, вот так вот, наверное, до 16, наверное. Вот от 13 до 16, 2018 года вот эту машину вполне реально поместится под ключ уже в Украину. Вы знаете, а может быть, даже и дешевле. То есть, что все-таки это немножко в стороне находится, это не в Монреале, сложнее доставка, может быть, не все захотят ее покупать. Поэтому, возможно, даже от 12 до 16, вот в этом диапазоне, вот такой коридорчик сделаем, чтобы вы понимали, что в этом диапазоне вы точно сможете с такой машиной висаться и купить ее. От 12 до 16 долларов США под ключ уже в Украине. Бежим дальше, смотрим, что еще у нас интересного есть. Так, следующее интересное, на Копорте тоже, это машина в Монреале реально, видите, локейшн Монреаль, 2019 года, Хонда Цивик. Хонда Цивик, самая такая топовая, ну, не топовая, в принципе, да, нет, это не самая топовая, но нормальный, красивый, красный цвет, красивая, хорошая машина. 2.0 мотор, 19-й год, повреждения, ну, вот, понятно, вы видите, что там спереди, фронт-энд, видите, сайт, то есть, с этой стороны, вроде бы, как все более-менее нормально, с этой стороны, вот, что-то она ударилась, ходовка там, видите, навернулась, колесо как-то там уже прячется. Вот, посмотрите, как она со всех сторон, красивая очень машина, кстати, эти Цивики, молодцы, хороший дизайн сделали. Япошки, вот, вот тип повреждения, и вот, что я хотел сказать, что все эти запчасти, которые здесь повреждены, мы сможем вам сделать по Тайваню за копейки, очень дешево, они очень дешево стоят. И даже по ходовке мы сможем вам сделать тоже хорошие цены. У нас есть открыт тоже аккаунт в одной крупной очень компании, Worldpack, вы можете прочитать про нее в Канаде. И вот мы, как автодилер, получаем любые запчасти по супер классным ценам от этой компании. Так вот, эта компания, они продают практически все запчасти ОМ, то есть оригинальные, но в своих коробках, под своим брендом. Вот, и получается, что очень классные, хорошие цены, которые мы можем вам сделать, собственно говоря, на любой автомобиль. Вот, там, по ходовке что-то, если надо, вот, пожалуйста, будут у вас по ходовке, рычаги, там, скажем так, наконечники, тяги рулевые, там, амортизаторы. Все это у них будет в наличии, мы сразу вам купим и погрузим в машину и отправим вместе в машину. Ну вот, сколько такая машина может стоить? Я вам скажу, примерно, ну, скажем так, от 12 до 15 тысяч долларов, наверное, от 12, может, до 16. Вот, а может и дешевле. Должна получиться цена на эту машину, может, даже от 11 до 16, вот в этом диапазоне, вполне можно вписаться, думаю. Хотя, знаете, я думаю, что, наверное, так, надо серединку взять, 12 тысяч долларов, вполне реально с такой машины вписаться в Украине под ключ. А если она будет дороже, тогда, ну, пусть она уходит дальше, купим другую вам хорошую машину. То есть, ну, мы можем пойти и сделать инспекцию по ней, то есть, выбрать время в понедельник и посмотреть сразу все интересующие вас лоты, которые продаются в понедельник у нас. Они во вторник продаются, 8 сентября, видите. А в понедельник нас допускают проверить машины перед торгами. Ну, скажем, каждый день допускают проверить машины. Вот, ну, мы можем в понедельник перед торгами именно проверить. Окей, бежим дальше, что у нас там, посмотрим сейчас. Далее у нас, получается, уже пошел аукцион Impact Auto. Тоже вы можете зайти на этот аукцион, либо по ссылочке, либо непосредственно на сам аукцион, зайти Impact Auto.Canada, вот, забить вот этот номер лота или любой другой, который вас интересует. Вот, и посмотреть машину, которая вам стала интересной либо из этого обзора, либо сами найти что-то, то, что вам больше понравится. Машина продается в Торонто, 8 сентября. Вот, это получается Mazda CX-9, 2018 года. Повреждение у нее сторона. Вот, я вам пройдусь, покажу фотографии. Очень классный вариант автомобиля. Очень вообще классная машина. Она большая, 7-местная. Вот, есть какое-то повреждение, понятно, аэрбэк открылся. Но, опять, все зависит от того, за какие деньги купить и имеете ли вы терпение ее починить, да. То есть, если имеете терпение ее починить, why not, у вас есть шанс купить хороший автомобиль, недорого. То есть, сколько может выйти такая машина? У нее двигатель 2,5. В принципе, с таким повреждением, ну, наверное, вполне, вполне реально купить ее там до, под ключ, скажем, от 15 до 17 тысяч долларов США. Наверное, вот в этом диапазоне вполне реально вписаться с этой машиной. А может, от 14 до 17, вот так вот где-то в этом диапазоне. Вполне реально вписаться с этой машиной и купить ее себе в Украину уже, починить и ездить. Надо будет, укомплектуем запчастями ее. Вот, вот, вот он тип повреждений, видите. Такой, как говорится, немножко удар в ходовку. Вот, а остальное так вижу, что целое. В принципе, неплохой вариант очень. Что у нас там, панорамной крыши нету. Она достаточно, видите, простая по комплектации. Но, опять-таки, видите, старт-энжин, электронный ручник. То есть, вот, в принципе, она достаточно интересная машина. Она с ними местная, она большая, стильная очень. Вот, аэрбэги поменять, подремонтировать немножко. Может быть, что-то по кузову, но по ходовке. Вот, и у вас есть вариант прекрасного автомобиля. Очень даже нового, причем автомобиля, стильного автомобиля 2018 года. А, окей, бежим дальше, смотрим, что еще есть. Машин много, поэтому сильно зацикливаться не будем на них. Смотрели, побежали дальше. Следующая машина, это Kia Sorento. С мотором, вот, получается, шестицилиндровым. Мотор у нее должен быть, по идее, 3.5. Я не знаю, что там за двигатель. Давайте посмотрим. Auto-чек пробьем сейчас по ВИН-коду ее, конечно, чтобы понимать. А, нет, 3.3 мотор. 3.3 двигатель. Значит, машина после града, видите. Ну, сами понимаете, что градовую машину можно восстановить без покраски. То есть, если она не сильно помята, не сильные повреждения. Если у вас есть специалисты, которые это делают, это должен быть хороший специалист, который это все делает. Обязательно сертифицированный, обязательно проверенный, чтобы не, там, тяп-ляп, как-то непонятно что. Вы можете только испортить машину, если дурака подпустите, как говорится, к автомобилю. Но если у вас есть толковый спец, эту машину можно даже починить без покраски. Так вот, я не говорю только именно эту. Я говорю, машину с не сильным, как говорится, не очень сильно пострадавшей после града, да, она будет с мятинами, но по-любому ее можно будет починить. Если сильные вмятины, как от молотка, понятно, что там надо будет по-другому ремонтировать, рихтовать, красить. Либо даже менять детали некоторые. Ну вот, смотрите, вот такая машина. Вот машина 2017 года, Kia Sorento, ну, под ключ. С растаможкой уже, наверное, она будет стоить, ну, опять-таки, я могу сказать, там, примерно, наверное, около от 15 до 17 тысяч долларов, вот так вот, под ключ. Может быть, от 14 до 18, вот так вот. Хотя нет, от 15 до 18, наверное, потому что она далеко, она в Альберте. От 15 до 18, наверное, вот в этом диапазоне ее под ключ вполне можно сделать, и она будет уже в порту за пределами ворот порта Одессы. Вот, и вы ее заберете уже, получается, вот такой есть вариант. Ну, можно посмотреть ее по кругу. Вот она, видите, какая. Градовые повреждения после града. Кстати, хорошие варианты, потому что машина не аварийная. Машина-то целая, вся безопасность целая, все. Ну, мне, например, нравятся такие варианты. Но, опять-таки, у всех людей разные вкусы, подходы, понимание. Вот, я, допустим, одобряю такие варианты. Это хорошая машина после града. Но если, конечно, очень сильно пострадавшая, то ее тяжело, тяжелее восстановить. Но это все равно не аварийная там, не кривая геометрия и так далее. Вот. Ну вот, то есть, озвучили вам цену. От 15 до 18 с мотором 3,3. Смотрим, что есть еще. Следующая тоже, цилиндровая, тоже вот точно такая же машина. Только 18-го года. Видите, это уже по гламурней комплектации. Но здесь, ха-ха, панорамка разбитая, что ли. Давайте сейчас мы ее посмотрим поближе. 23 тысячи километров 18-го года. Давайте попробуем посмотреть. Ну, она, как, слушайте, да, в нее как пульками постреляли. Такой хороший, видимо, град был. Хорошо попала она под град. Ой, мое. Ну, смотрите. Такая машина, учитывая комплектацию, будет примерно от 16 до 19 тысяч долларов США под ключ в Украине. Со всеми расходами. Ну, вот. Да, наверное, от 16 до 19. Вот, смотрите, видите, поближе сибири. Панорамная крыша. Ну, панорамка разбитая получается. Жалко, жалко, очень жаль. А так в салоне она очень интересная. Да, такая хорошенькая машина. В общем, вот тоже град, видите, хейл тоже в Вальберте продается. Опять, я не Баба Ванга. Предсказать 100% не могу. Но есть какой-то шанс понимания вот этого вопроса, что мы в эти цены можем попасть. Теоретически. Практически уже видно будет на самих торгах. Иногда думаешь так, планируешь так, а получается все по-другому. Или наоборот. Бежим дальше, смотрим, что еще там. Ну, вот. Следующий вариант. Это уже 19-й год Kia Sorento. Только 4-цилиндровый двигатель 2.4. Хотя, может быть, это даже не 2.4, а может быть, даже 2.0 бывают у них моторы. Вот. Давайте глянем, что это за двигатель у нее. Даже самому интересно посмотреть, что это такое. Нет, 2.4. 2.4 двигатель у этой машины. Вот. И, ну, смотрите, тоже Hale, тоже Grad, тоже в Вальберте продается. Но растаможка будет существенно дешевле. Ну, то есть, соответственно, такую машину уже можно будет, в принципе, не знаю, у нее комплектация попроще. В принципе, такую машину и с учетом растаможки всех дел, наверное, купить от 13 до 15 тысяч, до 16 тысяч долларов в США уже под ключ. Наверное, даже до 15 тысяч, все-таки она более пострадавшая. Видите, от 13 до 15 тысяч есть шанс, наверное, ее купить в ключ. Окей, давайте быстренько глянем ее. Вы ее можете сами тоже посмотреть на аукционе Impact Auto, рассмотреть внимательно все, типа, все, что там повреждено. Вот крыша здесь жесткая, поэтому тут, как говорится, и неповрежденная панорамка. Вот, вот такой вариант. Нравится? Пожалуйста, заказывайте. У вас есть шанс ее приобрести. Переходим к следующей уже машинке. Следующая машина у нас Lexus RX. Значит, тоже продается в Альберте, но она пострадала от аварии. Вот, собственно говоря, ну, даже знаете как, наверное, цену на нее сложно будет назвать под ключ, да, под ключ в Украину со всеми расходами. Но, видите, она пострадавшая все-таки, она, вот удар в левую сторону, и открылись аэрбэги. Как только все аэрбэги вот эти пооткрывались, вот, которые вы видите в торпеде, там, она уйдет очень-очень дешево. Да, то есть, вот тут есть оценочная стоимость этой машины, с 17-го года, получается, этой машины Lexus RX. Видите, ACV, 45 тысяч долларов. Ну, такая машина уйдет даже вот, давайте я просто назову цену, сколько она здесь, уйдет на аукционе, потому что потом мы с вами уже, исходя уже этой цены, из этой цены посчитаем, сколько она будет стоить под ключ в Украине. Но я думаю, что здесь она на самом аукционе уйдет даже меньше 20 тысяч канадских долларов, потому что все подкрывались, хлопушки все подстреляли, видите. Вот, ну, соответственно, если вот, будем, давайте так, если она вас заинтересует, просто мы созвонимся и с вами посчитаем ее, исходя из прогноза цен, вот этих, которые получаются. Ну, я думаю, что она меньше 20 долларов канадских пойдет на торгах. Давайте посмотрим, что еще есть интересного. Так, у нас еще что интересно, вот этот вот Lexus RX 2018 года, тоже побитый, кстати, градом, там, в этом, в Калгари. И вообще, вот, скажем, в Альберте очень сильные градовые прошли вот эта полоса, побило сотни тысяч машин и очень классных машин, поэтому они еще будут продаваться, там будет еще, скажем так, возможность вам затариться классно, хорошими вариантами. Ну, вот, посмотрите, вариант автомобиля, это Lexus RX и хорошая очень комплектация у него, комплектация Executive, она получается с панорамной крышей, LED-овские фары, видите, у нее светодиодные все. Ну, то есть, она в хорошей комплектации, это не в спорт, но она в хорошей комплектации. Вот, и давайте, за сколько такую машину можно купить, выиграть, да? Не могу вам точно сказать, сколько она под ключ получится в Украину, но я могу примерно сказать, за сколько ее можно выиграть на торгах, да? То есть, а выиграть ее можно примерно, вот только у 2018 года, в канадских долларах, давайте я ее назову, скажем так, от 28 до 37 тысяч канадских долларов ее можно выиграть уже на этом аукционе, то есть, примерно вот в этом диапазоне. Тогда мы можем с вами исходить из этой цифры, посчитать, сколько она получится под ключ уже в Украине, а, может быть, даже и дешевле будет, может, от 25 даже, может, от 25 до 35, вот так вот. Похоже, что она будет все-таки дешевле, она немножко пострадавшая градом, видите, побила ее. Ну, судя, да, по всему, и лобовое стекло разбитое, кстати. Да. Деревянный руль, панорамка разбитая. Ну, слушайте, там шарахал этот град нехило, хорошо дубасил. По этим машинам бедные. Водители, что же они почувствовали, там, когда ехали и попали под такой вот проливной такой каменопад. Ну, вот, в общем, наверное, она будет, в принципе, недорого пойдет, да. Наверное, может быть, она даже в пределах до 30 тысяч долларов канадских продастся, эта машина, потому что она все-таки такая обстрелянная, постреляли по ней градам хорошо. Окей, ну, если она вас интересует, давайте так, вы сами свяжитесь. Продается она 9-го числа, в среду, 9-го сентября. Вы сами свяжитесь, вы ее можете посмотреть предварительно с вами еще на сайте, хоть 10 раз посмотреть внимательно со всех сторон. А потом свяжитесь, обсудим с вами примерно, посчитаем, насколько такая машина может получиться до Украины со всеми расходами. Бежим дальше, бежим дальше, так, это я закрою. Дальше у нас Honda Clarity. Вот, ну, что, вот такая вот Honda Clarity интересная, видите. Это в комплектации Touring, кстати. Продается она во вторник в Торонто. Это самая дорогая комплектация. Это плагин. Столкновение у нее, видите, front window, спереди. Collision с чем-то она столкнулась. Непонятно чем. Либо лося какого-то сбила, либо непонятно что. В общем, вот такая машина Fantomaso. С, скажем так, своеобразным дизайном. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот, но она смотрится очень неплохо, очень футуристически смотрится спереди. Такая интересная машина. Так вот, она на батарейке очень много проезжает, кстати. Ну, что по ней сказать, по деньгам, что она может получиться. Ну, получиться она может... Ага, но not branded, title not branded. То есть тогда... Ну... Уйдет она у нас, в принципе, тоже недешево здесь. Если not branded, title. Но получится в Украине уже меньше 20 долларов США под ключ. То есть она может получиться меньше 20 долларов США под ключ. Вполне реально ее сделать за эти деньги. Вот посмотрите ее... Вот эту вот красавицу. Пара у нее ледовские, шикарные. Вот такая вот красавица. Ну, неплохая. Самая дорогая комплектация, еще раз хочу сказать. В салоне такая необычная. Ну, в общем, вот такая красавица у вас может появиться в вашем, как говорится, в вашей семье. Вот, если вы захотите ее купить. Хорошо, бежим дальше. Посмотрим, что лотов еще много. Надо побыстрее в темпе вальса посмотреть, что еще будет продаваться. Так, а что будет еще продаваться? Будет продаваться вот эта Honda CR-V. Самое-самое новое поколение 2020 года. То есть это уже фейслифтинговое поколение Honda CR-V. Ну, технически там какие-то, может быть, мелкие изменения сделали. Двигатель тот же самый, 1.5. После града. Опять после града. Машина в Альберте. Вот, и что? Такая машина, ну, я вам скажу так, что, наверное, она будет под ключ. Уже со всеми абсолютно расходами в Украине. В диапазоне, наверное, так, от 19 до 25 тысяч долларов США. Вот, вот, вот такой большой коридор я возьму. Ну, в этом большом коридоре можно вписаться именно с вашим бюджетом. Но вдруг получится купить. Вот, давайте поглядим фотографии. Комплектация LX, это простая комплектация. Вы можете внимательно разглядеть тоже на нашем сайте. Не на нашем сайте, вы можете даже просто не пугайтесь. Кстати, это розетка для подогрева мотора. Это в Канаде на нормальное время устанавливают специальные тены для подогрева двигателя. Это розетки просто подключает и подогревает машину, чтобы зимой было легко ее запустить. Вот такая вот она интересная машинка. Ну, в общем, запомните, вот он номер, сток номер. У нас на сайте вы можете нажать просто кнопочку, перейти на нее, посмотреть внимательно со всех сторон. Бежим дальше. Следующее. У нас Ford Fusion, Titanium комплектация. Причем, или Platinum, или Titanium. Я не знаю, ну вот кто из вас, скажем так, поклонники, почитатели Fordов, можете подсказать в комментариях, что это за комплектация. Вы, я уверен, разбираетесь лучше 100%. То есть, машина 2018 года тоже после Града, тоже в Альберте продается. Машина гибридная. Вот обратите внимание, что она гибридная. Хороший очень автомобиль. Побитый, правда, стекла. Там есть какие-то у него тоже, понятно, что повреждения. Вот. Сколько она может получиться под ключ? Вопрос такой, конечно, риторический. Но выйдет она однозначно меньше 20 тысяч долларов. То есть, она может получиться, наверное, от 17 до 20. Вот в этом диапазоне. Под ключ со всеми расходами. Вот, посмотрите. Давайте глянем ее 360. Цвет какой-то необычный, очень красивый. Вот. Ну и в случае необходимости запчастями мы вас, конечно, укомплектуем. Давайте поглядим в салон ее. Музыка Sony. Вы знаете, многие, кто на Ford'ах вот этих вот нового поколения ездил. Вот эти крыши, панорамный люк имеет. Кстати, очень люди довольны вот этими Ford'ами. Они говорят, что хорошая шумоизоляция, очень мягкая машина. Очень приятно ехать, очень приятно управлять такой машиной. Возможно, да. Почему нет? Машина реально вид имеет красивый. Но управление я никогда не ездил на такой машине, не могу ничего сказать. Вот. Окей. Если она вам нравится, она продается 9 числа в среду. Поэтому не опоздайте, обращайтесь. Бежим дальше. Дальше у нас Ford Escape. Тоже после... Нет, это не после града. Сторона побита, но тоже в Эдмотане. Видите, какая... Вы ее сможете посмотреть на сайте, на официальном сайте Impact Auto Канада. Вот. Машина 2018 года, но под ключ такую машину вполне реально сделать до 15 тысяч. Даже дешевле, может быть, она будет. От 12 до 15. Ну, наверное, больше от 13 до 15, потому что там далековато находится от мануяря. Транспортные расходы тоже съедают. Видите, тут бочина помятая. Ну, зато будет у вас такой фельдеперсовый чехол на руле. Ford. Если купите такую машину, выиграйте. Есть шанс. Вот открытые аэрбэги боковые. Ну, знаете, как такое дело. Меняется-то все. Ну, вот. Вот такой интересный Ford Escape. Так что, как говорится, народ не рабей. Обращайтесь, есть шанс ее купить. 62 тысячи километров. Дальше смотрим, что у нас. Дальше у нас Ford Explorer. Комплектация Limited. 2020 года. А вы знаете, даже не смогу вам сказать цену по ней, за сколько она уйдет. Потому что это достаточно новый автомобиль. И опыта по таким машинам мы не имеем. Вот именно, чтобы такие покупать. Тем более, фронтальное повреждение. Not branded. То есть, повреждение это совсем плевое. И для того, чтобы сказать вам цену под ключ, сколько она получится в Украине. Да, вот со всеми расходами. Нам надо прицениться и посмотреть, сколько такие машины стоят у дилеров. Ну, целые машины именно. У дилеров сколько они стоят. И, соответственно, исходя из этого, мы уже будем делать какие-то выводы. И посчитаем с вами, сколько она выйдет под ключ. То есть, если она вам понравилась, просто дайте нам знать. Свяжитесь с нами. И мы посчитаем эту машину более внимательно. Ну, просто показываем, что есть такая машина. Ее можно купить. Купить ее можно в реальном случае, в любом случае, дешевле, чем целую машину. Это точно. Ну, чем дилерскую, скажем так. Она точно будет дешевле. Вот. Ввиду того, что она уже тут находится. На Impact Auto. Ну, у нее, посмотрите, какой вот интерьер. Ford в последнее время делают такие красивые очень машины. Заманчивые очень. И Ford F-150. И пикапы вообще у нас очень модные. И Fusion, и VT, и Escape. Они хорошие очень делают такой модельный ряд. Таких качественных, красивых автомобилей. С маркетинговой точки зрения они продуманы. Все эти машины. Их недаром полюбили в народе. Ну, окей. Переходим дальше. Что у нас следующее? Следующее у нас Ford Fusion Titanium. То есть, 20-й год. Вау. Продается в Торонто, во вторник. Правая сторона. Что здесь? О, вот что у нее интересно. В нее стреляли. Видите? Дырки от пуль. Видите? Дырки от пуль. 5000 километров. 2020 год. Ё-моё. Ну, что можно вам сказать? Вот видите? Даже здесь видно, как пули насквозь пролетели. Тут. Да. Тут посмотрите, какая. Ё-моё. Что по ней можно сказать? По такой машине. Гибридный автомобиль. 20-й год. Но такую машину, скажем так. Ну, меньше 20-ти она не получится точно. Сразу говорю. Она может получиться больше, чем 20. Хотя, видите, вот здесь вмятина тоже. Опечатанная. Или не опечатанная. Непонятно, что будет на крыльчке ничего. Не ясно. Смотрите, сколько. Ё-моё, сколько постреляли здесь, а? Да уж, что вам сказать. Ну, прострелянная внутри, видите, вся. Но машина новая. Абсолютно новая. Но на ней, что вот хочу сказать вам. Что у машины нету биохазард. Понимаете? Вот смотрите. Если вы посмотрите внимательно по всем сторонам. Вот здесь. То нет биохазард. То есть, что такое биохазард? Это машина, у которой есть следы крови. Ну, допустим, убитого человека, да? То есть, этого здесь нет. То есть, если этой наклейки здесь нету. И в описании тоже нет биохазард. То здесь никого не убили. Это тоже очень большой, как говорится, такой плюс. Может быть, просто в кого-то стреляли, но не попали. Видите? Bullet holes. То есть, вот bullet holes. Получается, пуль. Булеты. Видишь? Пули простреляли системы. То есть, посмотрите, вот стоимость. Сколько ремонта будет стоить, да? Ну, то есть, системы. Вот он. Стоимость ремонта. Что там надо делать? Вот здесь вот есть все в описании. Ну, ё-моё. Bullet holes. То есть, получается, 8 отверстий сделали пулевых. Вот видите, у этой машины. Ну, она целая. Она никто там не убит. Это самое главное. Ну, то есть, и вы можете купить эту машину. По-любому вы сэкономите, если возьмете такую именно машину. Ну, чем, скажем так, дилерскую. Все-таки она 2020 года, она почти новая. 5800 километров пробег. Окей, давайте посмотрим, что еще есть интересного. Интересное. Среди интересного есть вот этот вот Dodge Journey. Причем это необычный. Dodge Journey это Crossroad какой-то 2015 года. Машина после угона. Видите? Wanderlized. Эта машина находится в Альберте тоже. Там, кстати, очень много угнанных машин бывает. Значит, 186 тысяч километров. Ну, единственное. Она в самой дорогой, в хорошей комплектации, очень дорогой комплектации. Но, на 7 местах, есть один момент. Она все-таки 3.6, видите? Мотор 3.6, дорогая растаможка будет в Украине. Ну, то есть, возможно, такая машина получится от 12 до 14 тысяч долларов США. Ну, скажем так. А может, где-то, наверное, все-таки в этом диапазоне. 12 до 14 тысяч долларов США. Давайте поглядим. Из-за растаможки. Дорогая растаможка на этой машине. И она далековато находится ее доставить. Надо, видите, у нее парктроники даже есть. Нет, она не будет 12. Она будет дешевле. Потому что побил кто-то экран, видите, здесь. Угона. Ну, какие-то все-таки у шлепки украли ее. Поиздевались, видите, экран там. Не то, что поиздевались, но попортили немножко эту машину. Что у нее еще раз. Ну, да, видите, вандализм и угон. Ну, скорее всего, она может быть даже меньше 12. Но все-таки растаможка там большая. Поэтому мало шансов, что она будет очень дешево. Растаможка будет стоить денег здесь. Как ни крути. В Украине. Окей. Посмотрим. Там есть еще хороший вариант. Следующий вариант, смотрите, Dose Journey, который побит градом. 14-го года машина. Тоже продается в Альберте. Вот. Это, кстати, хорошая, дорогая комплектация. Смотрите, люк у нее. Кожа. Ага. Тоже 3.6. Ё-моё. Я что-то думал, что она 2.4. Окей. Тоже 3.6. Но тоже дешево она не получится. Только из-за растаможки. Тоже где-то примерно 13-15. Вот в этом диапазоне она будет. Только из-за растаможки. Дорогая растаможка. Давайте посмотрим, что еще есть. Вот. А здесь еще есть 4-цилиндровый такой мотор. 2.4. Тоже после града. Тоже там же, в той же зоне. Тоже Альберта. Вот посмотрите, какая она. Вот это вот хороший очень вариант. Она не сильно повреждена. В очень хорошей комплектации. Двигатель 2.4. То есть растаможка будет очень классная. Это тоже очень важно при составлении конечной цены. Видите, вот 2.4 двигатель. Вот такую машину можно будет свободно сделать там на 16-го года. Скажем так, от 11 до 15 тысяч долларов. Вот в этом диапазоне 100% вы и возьмете. Видите, вмятинки есть по деталям. Но не сильные вмятинки. Это не катастрофа. Вот салон, давайте глянем. Кожаный салон. Классно. Хорошая машина. Очень хорошая комплектация. Очень не сильно она прямо так пострадавшая. Видите? Если присмотреться, она не сильно пострадавшая. То есть хороший сертифицированный специалист, который делает вот этот ПДР, рихтовка вмятинок, как говорится, получается рихтовку без покраски, да, то такие автомобили починят именно хороший грамотный специалист сертифицированный, который умеет это делать. Он починит это без покраски. У вас будет машина без ремонта, без покраса. Все такое в идеальном состоянии и недорого. Но вот есть у вас шанс ее приобрести. 9-го числа продается в среду. В Калгари, в Альберте. Бежим дальше. Так, а дальше у нас что? Дизельный BMW X5. Дизельный BMW X5 2010 года. Белый, вот такой вот красавчик. Тоже от града пострадавший, кстати. Не вижу где. Ну, смотрите, она далеко и она дизельная, она 2010 года, соответственно, там растаможка будет в Украине не дешевая. Такая машина под ключ получится где-то около 15 тысяч долларов. США под ключ уже в Украине со всеми расходами. Но она фактически целая, поэтому, знаете, как это... Давайте посмотрим так по кругу и будем понимать, что с ней как. Капот. Есть какие-то вмятинки, видите? Есть какие-то вмятинки, но не глобальные. Очень подходит белый цвет к этой машине. Вот и... В салоне... Крышу не видно. Спортивные сидения, видите? Она такая интересная. Комплектация не бедная. Вот большой экран у нее. Вот и... Хороший вариант. Если ее, в принципе, недорого купить. Вот... 180 тысяч пробег. Небольшой пробег до этого дизеля мотора. Это очень живучий мотор. Миллионники они. Вот. Ну, если ее, в принципе, нормально купить, то вот под 15 она где-то получится уже под ключ. Со всеми расходами. Ну, окей. Посмотрите ее сами на сайте. Заходите ее повнимательнее, поизучайте. Вот. Если хотите ее купить, дайте знать. Так. Следующая у нас машина. Следующая у нас аварийная BMW X5. Уже рестайлинг. 2012 года уже. Вот, кстати. Голубые фары. Вот эти. Которые. Вот эти, получается, ободочки. Они такой голубой фиолетовый цвет. Вот. По вот этим вот получается полосчикам понятно сразу. Ну, вот. Повреждения. Повреждения не сильные, кстати. Находится она в Ванкувере. С той стороны Канады. Вообще далеко очень от нас. Салон очень красивый. Тоже, видите. Красивые диски. Подножки. То есть, она имеет. Хороший вид имеет. Всего 190 тысяч километров пробега. Ну, вот смотрите. Такую машину можно будет под ключ. Вот. Уже рестайлинговая версия, видите. Накладочки снизу здесь. Там парктроники сзади, спереди. То есть, это уже xDrive. Видите, вот фары вот эти вот с такими полосками. Это уже 12-й год. Уже вот эти фиолетово-голубые. Подсветка. Ну, вот такую машину под ключ полностью можно будет сделать где-то примерно, ну, не знаю, 16 с половиной, 17 с половиной плюс-минус вот в этом диапазоне. Под ключ со всеми расходами. Потому что она все-таки далеко. Ну, и растаможка тоже на нее стоит недешево. Все-таки это дизель. Ну, вот у нее подогрева руля, сидений. Все вот опции имеются. Такая навороченная достаточно машина. Панрамная крыша. Видите. Панрамка у BMW очень красивая, кстати. Видите, такая гламурная. Ну, BMW сама по себе машина интересная. Ну, вот она все-таки такая, знаете, престижная машина. Ну, вот. Вот она, повреждение. По замене вы можете сами по деталям посмотреть, что нужно. Думаю, все разбираетесь, что здесь нужно к этой машине, увидев, как говорится, автомобиль. Сами вот эти все ракурсы рассмотрите. Если что-то будет непонятно, лучше позвоните нам. Мы вас проконсультируем. Запчасти тоже можем купить, если нужно. Вот. Но эти запчасти есть и в Украине, и в Польше без проблем. Поэтому не стоит париться. Их можно там дешевле даже купить. Вот дизельный автомобиль 2012 года. От 16,5 до 17,5 долларов США. И вполне реально получить уже в Украине со всеми. Расходы с растаможкой, со всеми доставками. Все-все-все. Ну, окей. Бежим к следующей машине. Собственно говоря, тип повреждения, видите. Двигатель 2.0. Тринадцатый год. BMW X3. Машина заводится и едет. 206 тысяч километров пробега. Вот. И... Ну, что вот по ней, да? То есть, в принципе... В принципе, она пойдет недорого. Ну, ее можно купить, наверное, все-таки до 13 тысяч долларов США уже под ключ. Думаю, так в Украине ее реально сделать. В этом диапазоне, наверное, вполне реально. То есть, скажем так, от 12 до 14 вот в этом вот коридоре. Возможно, и 12, а возможно, и 14. То есть, вот по кругу какая она. Вы ее можете посмотреть на Impact Auto прямо за тем. Повнимательнее изучить тип повреждений. Повреждение плевое. Это не сильно ее... Поврежденная машина. Не сильно. Понравильная крыша. Она такая, шикарный салон, конечно. Ну, BMW, это что говорить. То есть, хорошая машина. Вот. Если понравилось, обращайтесь заранее. Машина продается в Торонто. 8-го числа во вторник. Ну, и у вас есть шанс ее купить тоже, естественно. Давайте посмотрим, что еще есть интересного. Так. А у нас что еще интересного? Ну, это вот 2016 год. BMW X5. Бензин, правда. Но... Но белая, гламурная. Белый перламутр. Вот такая она. Давайте пройдемся, посмотрим. Вот он, удар, видите. Получается, в ходовку она получила удар. Что-то снизу было там, пишут, undercarriage. Ах, какая она красивая, слушайте. Шикарная машина. Вот открылась, видите, шторка боковая. Нравится мне, конечно, эти BMW. Вот видите, вот видите, это M-ка, кстати. 3-0, ну, M-ка. У нас в Канаде здесь часто очень M-ки люди заказывают. Ну, то есть, это самая гламурная будет комплектация. Ну, что вам сказать. Сколько такая может получиться? Ну, вот расширить Алиара, кстати, тоже видите. Ну, сколько такая может стать по деньгам, да? Ну, наверное, давайте так, диапазон скажу, да? Чтобы был правильно такой. От 22, да? Ну, до 22 не получится. Она все-таки в Эдмонтоне далеко находится. От 23 до 27 долларов США. Вполне реально ее привезти под ключ уже в Украину со всеми расходами. Вот. Ну, а там дальше уже, как говорится, будет видно. Может быть, а может и дешевле она пойдет, если повезет, понимаете? Так что, как говорится, можно и попытаться, да? Давайте посмотрим, что еще у нас есть интересного. О, о, вот это вот вообще бомба. То есть здесь, что будет продаваться у нас в Ванкувере, она будет продаваться. ВВХ 5. Самый-самый новый кузов. Самый последний. Вот она какая. Повреждение suspension, это подвеска. С левой стороны, спереди какой-то был удар, коллижен, видите? И всего 3000 километров пробег. Она бензиновая. 3.0 бензин. Вот она какая. Ну, суперкрутая машина, что говорить. Она реально суперкрутая. Красивая машина. На дорогах видим часто их в Монреале. Их много. Любят у нас в Монреале. Шикарная машина, что говорить. Сколько она будет стоить, я не могу сказать. То есть, давайте так. Это специфическая такая машина. Только появилась. Выбор маленький очень по ним. Будет стоить дорого. Дешево она не будет стоить, сразу говорю. И учитывая всю, как говорится, вот эту вот ситуацию, мы сможем проанализировать, просто сравнить ее вот с ценами дилеров, таких целых автомобилей юзанных. И определенный процент отнять от этой цены. Будем понимать, сколько будет стоить она по закупке аварийная. И в итоге мы посчитаем, исходя из того прогноза, под ключ до Украины. Поэтому звоните заранее, обсудим. И если успеете, она может быть ваша. Она во вторник продается, 8 числа в Ванкувере. Ну, ладненько, бежим дальше. Обратите на нее внимание, она классная. Так, а дальше у нас Audi Q3 2015 года. Вот у нее, как говорится, 130 тысяч пробег у нее, 15-й год. Ну, повреждения тут понятно, как говорится, на лицо, на виду. Кстати, машинка очень интересная, 2.0 бензин. Компактненькая такая, городской кроссовер компактный. Вот. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ох, какая панорамная крыша красивая. Интересная машина, очень необычная, красивая, прикольная машина, в принципе. Ну, что она может стоить? Давайте так скажу, что в пределах там, скажем так, 15-17, вот, наверное, вот, даже от 14 до 18 тысяч долларов США под ключ, она будет стоить в Украине со всеми расходами. Вот, наверное, так будет справедливо сказать. Диапазон цены от 14 до 18. Ну вот, налетайте. 8-го числа продается во вторник. Бежим дальше. Так, ну вот, предпоследний аварийный лот, потому что остальные будут уже не аварийные машины. Предпоследний аварийный лот, это автомобиль Audi Q7 Prestige. Вот видите, вот она. Можете ее повнимательнее рассмотреть, как говорится, на своем компьютере, на экране. Вот тип повреждения. Диск даже разбитый, видите. То есть, что у нас тут? Эрбэги открылись. Но, с двух сторон. Но, уйдет она, в принципе, не так дорого. Не так дорого уйдет она, и там 3.0 бензин, и есть шанс ее очень недорого привезти под ключ в Украину. А вот за сколько она уйдет, давайте вы нам звоните. Исходя из нашего опыта уже, по чем они продаются на Манхеме целые, исходя из этого опыта, мы с вами сможем прицениться, сколько она получится под ключ уже в Украине. Потому что там есть очень много нюансов. И мы поможем, как говорится, вас проконсультировать и посчитать под ключ эту машину до дома. Ну и запчастями сможем укомплектовать, кстати. Ну что, давайте перейдем к последнему лоту. О, Acura MDX 2014 года. Машина тоже после Града. Машина после Града, повреждена она, ну давайте, там 185 тысяч километров. Давайте пройдемся так, посмотрим, да. Ну смотрите, вот. По повреждению, да. Вот, видите, вмятинки видны от Града. Ну что вот, скажем так, такая машина может стоить по деньгам. А будет она стоить, даже с учетом того, что там 3,5 мотор, растаможка не дешевая, то она будет стоить до 20 тысяч долларов США под ключ. То есть, есть шанс ее купить до 20 тысяч долларов США под ключ. Только то, что там столько повреждений. Вот, поэтому, знаете как, если она вам нравится, звоните и подумаем более внимательно, что да как по ней. Вот такая она интересненькая. И в салоне. И снаружи. Ну окей. То есть, по аварийным машинам заканчиваем, переходим на целые машины, посмотрим ваговскую группу, что там продается интересного. Ну только мере, по-быстрому, потому что уже, как говорится, и так много посмотрели машин. Ну, в 30-ку посмотрели почти, что битых машин. Давайте посмотрим очень быстро в темпе вальса Volkswagen Toragi и Audi Q7. Вот. И то не все, остальные вы посмотрите на нашем сайте. Ссылочки все есть. И, пожалуйста, выбирайте, что вам в душе угодно. Ну а теперь уже перейдем непосредственно к машинам с Манхейма. Машины продаются 8-го числа. Во вторник у нас в Монреале. Вот на Манхейме. Получается 8-го сентября. То есть, в следующий вторник. Кстати, не пропустите. Очень много хороших торегов дизельных. Ну, очень много, наверное, загнул. Не так много, но они есть. По крайней мере, машин там сколько там? 15-20. Не только торегов, каких-то седьмых. Есть шанс выбрать что-то и купить. Посмотрите на нашем сайте под обзором. Вот этим и полистайте, понажимайте Condition Report. Ну, собственно говоря, давайте так. Смотрите. Пробег в зависимости от пробега, конечно, тоже очень сильно. Цена зависит. Но примерно они начинаются там от 17,5 и вверх. Вот так вот эти тореги. 11-го года. Зависит, конечно, от состояния, что, как, чем. То есть, поэтому, как говорится, вы повыбираете что-то. Вот дальше вы уже там обратитесь по машине, которая понравится. То есть, я вам их просто бегло покажу, какие машины продаются. А там вы уже для себя примете какие-то решения. И какие машины вам понравятся, мы вам назовем примерные цифры. Плюс-минус, за сколько можно будет купить. Ну, вот смотрите. Продается вот такой торег прекрасный, 12-й год. Потом вот такой торег, 11-й год. Это все дизельные машины. Вот 3.0 двигатель, видите? Все-все дизеляки. Тут сразу написано. Опции все машины написаны, видите? Тип топлива расписан тоже. Дизель фьюел. Ну, скажем так, вся информация по машине, по ее опциям, по всем, как говорится, критериям все расписано. Вы можете посмотреть и опции, тоже понятие. Как она выглядит, покрутить ее, повертеть. Ну, то есть, говорю, что вот 17.5 и вверх, уже в зависимости, как вам повезет, можно вполне купить хороший торег. Вполне хороший торег уже. Так, следующее. У нас Q7, 12-й год. Q7, это не S-line, видите, нету шильдика. Это, получается, простая. Вот, 198 тысяч пробег. Но она не такая простая, тоже, знаете, как она вполне хорошо, очень укомплектована, очень хорошо укомплектована. Поэтому, по 200 тысяч пробег, небольшой для них пробег. Ну, такие вот, 12-го года, примерно около 20-ки будет стоить такая машина. Под ключ. Именно Audi Q7. Ну, окей, давайте дальше посмотрим, что там есть. Дальше. У нас тоже торег из 11-го года. Смотрите, мы не все машины вам открывали эти тореги, там Q7. Вы можете их увидеть на нашем сайте, еще раз, на canadacars.biz в обзоре, нажав на разные ссылки, там они пронумерованы, там от одного до, по-моему, 30-ти. Разные машины. Подоживайте, посмотрите внимательно, вот так же на своем компьютере дома, в домашних условиях, что вам больше понравится. И потом скидывайте нам ссылочку, вот эту вот прямо вот так, берете, копируете, копии, пасте, отправляете нам по Viber или WhatsApp и скажете, вот, допустим, меня интересует эта машина. Давайте попробуем ее купить. И прицениться примерно можно. Так, ну, вот такая есть красавица, потом вот такая тоже будет продаваться интересная от 12-го года. Тоже очень красивый светлый салон. Шикарно это смотрится, конечно. Темный со светлым, обалденно. Просто шикарная комбинация. Так. Ну и пробег уже небольшой совсем, 181 тысячи километров, вообще обалденно. Так, ну что, давайте дальше посмотрим, что у нас там еще есть. Вот дальше у нас Torrek, Comfort Line тоже. Их много, ну, относительно много. Вы можете повыбирать. И с того, что вам понравится, дайте нам просто знать, что хочу по этой поучаствовать, или по той, или по той. 177 тысяч пробег, видите, 167. Ну, чем меньше пробега, конечно, тем они дороже. Ну, то есть уже вот 167 тысяч в комплектации, допустим, если Exec Line, а это именно Exec Line, видите, у нее один аудио музыка. Ну, а такие уже будут стоить под 19-19,5. Под ключ, я имею в виду. Так, идем дальше. Дальше у нас что, получается 12-й год. Q7 это тоже премиум комплектация. Шильдика нету на крыле. Вот, ну, премиум, она тоже очень неплохо смотрится в этой комплектации, премиум. Так, 137 тысяч пробег. Ох, я даже затрудняюсь сказать, сколько такая машина может стоить. Ну, 12-го года 137 тысяч пробег, ну, 21-22. Вот так где-то, наверное, будет стоить. Вот под ключ уже со всеми расходами в Украине. Все-таки меньше пробег, она сразу, цена очень сильно подрастает. Окей, дальше смотрим. Это все машины продаются, ребят, тут, в этом, как его, в Манхейм, Монреаль во вторник. Смотрите, какая красивая, белая, хорошая машина. 114 тысяч пробег у нее. 12-й год. Ну, вот, 114 тысяч пробег уже, уже, я скажу так, 12-го года, ну, 22 она точно будет стоить, просто железно. 21-го года, 22, вот так где-то. Окей, посмотрим дальше, что у нас там. Так, 11-го года, Q7, тоже не лейслай, но премиум. Шильдика нету. 93 тысячи его. Я даже затрудняюсь сказать, сколько она может стоить, потому что ее может съесть внутренний рынок. Чем меньше пробега, тем больше любят канадцы такие машины, которые покупают для внутреннего рынка. 3,7 балла, тем более. Да, она может уйти на внутренний рынок, скорее всего. Ну, посмотрим. То есть, если вас интересует такая машина, мы с вами посчитаем, примерно, за сколько ее можно будет купить. Окей. Следующее, что у нас, Q5. Ну, кстати, с маленькими пробегами дизеля, ну, они, мы видели на прошлых торгах, должны были купить нашему клиенту Q5, дизельные. 14-го года, 16-го. Они не так уж и дешево уходили. Вот, что можем сказать. То есть, они продаются достаточно дорого, эти дизельные машины. Поэтому, прогнозировать, за сколько она пойдет под ключ, не берусь даже. То есть, это уже более индивидуально. Посмотрим, если вас заинтересует, посчитаем. Но они не дешево продаются. Вот это будет, потом вот это тоже, с маленьким пробегом, эти 46 тысяч. Их съедает, конечно, внутренний рынок. Вот это тоже 79 тысяч. Ну, и смотрите, так вот, как бы напоследок, вот, получается, что... Получается, вот эти BMW X5 мы выставили, ну, скажем так, просто в обзор. 18-го года, дизельные. Вы тоже их можете посмотреть, что они себе представляют. Они не дешевые, совсем не дешевые. Вот, потому что у них малюсенькие пробеги, 50 тысяч километров дизельной машины 17-го года. Но, если вас заинтересует, вот эта, допустим, машинка, или, там, вот эта машина, вот этот 17-й год, X5, видите, тоже дизельный. Вот, или, или вот этот X5. Вот просто вы нам свяжитесь с нами, мы откроем, там, прогноз цены, мы сравним цены с дилерами тоже. Вот, и сможем прицениться, за сколько можно купить такую, вот, 4-3 балла, видите. Они, они дорого стоят, сразу говорю, потому что только маленькие пробеги, 17-й год, еще и дизель. Вот, но все равно, это целые машины, не аварийные, вот, и, может, кто-то принципиально не хочет аварийную машину, поэтому, вот, пожалуйста. Причем, это ямка. Ну, окей, и вот, что, последняя машинка в обзоре, это вот эта боевая пятерка, тоже дизельная, то есть, 119 тысяч пробег. Тоже, по цене, что, можно сказать, ну, будут, будет она стоить больше 20, конечно, больше, намного 20 тысяч долларов США. Вот, но, в принципе, опять, чтобы более точно сказать, вот, цену, там, коридор какой-то, там, 2-3 тысячи, да, чтобы была разница, тогда мы просто, технология подсчет очень простая, то есть, мы прицениваемся у дилеров, да, и даже если нет прогноза цены у Манхей, мы прицениваемся у дилеров, сколько они стоят, такие целые машины, канадских дилеров. И отнимаем определенный процент, за сколько можно примерно выиграть с таким же опцией, пробегом на аукционе. То есть, выиграть на аукционе можно все равно чуть дешевле. Ну, как правило, дешевле, да, но иногда бывает и у дилеров хорошие цены, там, они по тревину принимают такие машины, и они могут сделать и цену хорошую, в том числе. В общем, вот так, вот так оно все работает, и что, в принципе, давайте еще раз напоследок скажу, что вы можете на нашем сайте посмотреть варианты, которые, допустим, вы хотите выбрать самостоятельно, с компьютера, повыбирать эти лоты, там, именно, не на нашем YouTube-канале, а на нашем веб-сайте canadacars.biz, в рубрике вот эти горячие лоты. Выбирайте и высылайте нам ссылочки машины, которые вас интересуют, и мы с вами уже поработаем, посчитаем, вот, и проконсультируем, как это все работает. Ну, что, желаем вам прекрасных выходных и хорошей, продуктивной будущей недели. Мы на связи, звоните нам, связывайтесь, после 10 утра по нашему времени мы на связи, и до позднего, как говорится, вечера, до 9 вечера по нашему времени в Монреальском, и мы тоже на связи. Окей, все, вам всего хорошего, пока-пока, до следующей встречи. Продолжение следует...